Дайте слово 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 Мы сегодня не достигли, и, может быть, там 80-70-е годы тоже не достигали. Вот был 19-й съезд, начну конкретики, 19-й съезд коммунистической партии в декабре 52-го года было. И там Иосиф Виссарионович Сталин сделал две вещи. Первое, он попросил снять с себя должность секретаря коммунистической партии, генерального секретаря, да, и оставить его на правительстве. К тому времени, и там это много историков, политологов того времени вспоминает, что Иосиф Виссарионович в некоторой степени разочаровался в самой партии, в бесконечных этих партийных дискуссиях, в которых нет реальных дел. И он сделал упор на министерство. Помните, там вся вот эта сталинская элита. И за это время, послевоенно, было, в принципе, подготовлено то, после разрухи, что страна создала космос, создала технологии авиации, создала очень атомную промышленность и так далее. Вот этот опыт, он, сегодня его тоже бы перенести на эту почву. И смотрите, Путин тоже отходит. Он давно отделил себя от партии «Единая Россия», да, хотя ходит, выступает, но у меня такое ощущение создается, что у него даже иногда симпатии, например, к коммунистам. И к Зюганову больше, чем к некоторым деятелям «Единая Россия». Помните, как он по ним прошелся, да? Вы имеете там вид на жительство за границей, имеете гражданство и так далее и тому подобное. Вот, то есть, вот, я увидел вот такой исторический срез. Это положительный момент. То есть, да, президент готовится заняться конкретными реальными делами внутри страны, а они требуют. Это прежде всего повышение уровня жизни. Это занятие ведь не только критику вызывает здравоохранение, но и образование. Мало того, он уже конкретно обвиняет и чиновников, и партию власти, и в том числе «Единую Россию» в том, что они дают неправильную информацию о том, что происходит на местах. Вот по Кировской области недавно, знаете, общественная палата, счетная палата федеральная признала, что у нас проблемы с дорогами и строительством, ремонтом есть. И самое главное, причина – недостоверность информации. А я вам хочу сказать еще об одной вещи. С детскими садами и школами, вот это будет скоро у нас предметом обсуждения, областная власть, предыдущая, нынешняя, не поддает четкие сведения, сколько необходимо, например, в городе Кировой школы, детских садов. Вот в этом есть проблема. Вот как раз конкретно для чего нужен госсовет. И вот это как раз по вопросу о том, что необходимо увеличивать полномочия и возможности местного самоуправления. Мы ведь сейчас говорим о проблемах местного самоуправления. То есть та исполнительная муниципальная власть, законодательная муниципальная власть не справляются с теми задачами, которые сейчас на нее возложены. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что не хватает законодательных интересов. Не хватает принципиальных политиков. Вот я, наверное, скажу вот про это. Почему не хватает? Ну, к сожалению, в многие, особенно в партию «Единая Россия» пришли люди не совсем с благовидными намерениями. И доказательством того является, вот, прошлый созыв Думы городской, вы сами были депутатом от «Справедливой России». Там был Быков, осужден Никулин, там под следствием сейчас Медовиков, у Григорьева вопросы у депутатов, сейчас у Евдокимова по Дому ветеранов будут, у Липатников по этому же Дому ветеранов будут. Понимаете, вот, смотрите, это все «Единая Россия». И когда люди говорят, ведь партия жуликов и воров, действительно так. Но проблема-то не в самой партии, а в принципиальности тех людей, которые... Почему-то Быкову никто ничего не говорил, а он создал такую систему, да? Вот, поэтому не хватает принципиальности. А все оппозиционные депутаты, ну, их пытаются задвигать, на них оказывалось давление широчайшее. Вот там сейчас некоторые жалеют Быкова, да мне просто смешно. Слушайте, этот человек беспардонно давил на многих инакомыслящих. То есть там было давление на бизнес, который представляли эти депутаты, и так далее, и тому подобное. Этот человек, ну, повинен в государственных преступлениях, в моем понимании. Сейчас только дождемся приговора суда окончательного, который подтвердит мои слова. Беспринципность проблема, недостаток прав и обязанностей. В этом контексте хочу спросить у вас, как у политика, депутата городской думы. Вы поддерживаете те политические конструкции, которые предлагает президент, администрация президента, которые будут внесены, они уже сегодня внесены в Государственную думу, которые будут рассмотрены на так называемом не референдуме, а всеобщем голосовании всех граждан Российской Федерации. Вы поддерживаете эти политические изменения? Ну, они ведут к изменениям и усилению, прежде всего, кстати, в некоторой степени исполнительной власти. То есть она в некоторой степени модифицируется, но и Государственная дума получает какие-то права, в том числе и права, и обязанности, как он сказал правильно. Но, наверное, это шаг вперед. Единственное, я могу только сожалеть, что это не произошло в 2018 году, когда Владимира Владимировича выбрали в марте 2018. Я считаю, что в мае 2018 он должен был эти реформы и отправить Медведева в отставку. То есть мы понимаем, что Медведев недобровольно ушел, а это вот давление, которое началось. То есть мы теряем иногда во времени. Вот в политике очень важно все это своевременно делать. Успешны те политики, которые это вот своевременно все делают. Сегодня, конечно, это уже запоздало, в моем понимании, шаг и реакция на социально-экономическую обострившуюся обстановку в стране. И, понимаете, в некоторой степени даже революционность. Но вот, к сожалению, такая власть, реакция поздная, но лучше поздна, чем никогда. Поэтому, в общем, я положительно оцениваю. Вы сейчас упомянули март 2018 года. Это президентские выборы в нашей стране. Хочу задать вопрос Ольге Сыкчиной, представителю партии ЛДПР. Сейчас буквально здесь на ходу посмотрел видео и прочитал интервью вашего лидера Владимира Вольфовича Жириновского в марте 2018 года, когда после президентской кампании, после выборов, он сказал следующее, что, цитирую РБК, он сказал следующее, что власть устала от проведения президентских выборов. Это будут последние президентские выборы. Они создадут госсовет, выберут председателя из своего круга, из числа госсовета. Туда войдут 40-50 представителей Федерального собрания, Государственной думы, министерств. И они будут таким образом управлять страной. То есть, таким образом, еще в 2018 году Владимир Вольфович прогнозировал создание и усиление влияния госсовета. Ну, госсовет уже существовал достаточно давно, но усиление влияния и закрепление его полномочий в конкретных законах. Напомню, что о статусе госсовета будет предложено в проекте Конституции, который будет закрепляться специальным законом. Вот как вы оцениваете те политические изменения, которые внес президент в политическую повестку нашей страны? Лично вы поддерживаете эти изменения? Как они могут отразиться здесь у нас в регионе, в Кировской области, в эти будут от ЗАГС собрания, законодательный орган? Отразится ли вот эта политическая программа на законодательной ветви власти нашего региона? Мы можем хвалебные, молебные петь сколько угодно. Я объективно прослушала, попыталась дать оценку. И то, что я услышала, то, что я увидела, то, что я прочувствовала, я могу пояснить. Значит, я увидела тот посыл, который говорит о том, что сегодня Россия стала сильна. Мы встали с колен, мы обзавелись броней. Сегодня мы настолько сильны, у нас есть определенные ресурсы, мощности, потенциал, что мы, наконец-таки, обращаем свой взор на внутреннюю политику, в частности, на социальную. И имеем такие финансовые возможности. Но при всем при этом президент указывает на то, что мы сейчас не будем сбавлять темпы, но все-таки она ставится в зависимости от финансовой устойчивости нашего государства. Прошу обратить на это внимание. Да, действительно, меры сейчас, они будут ощутимы. Естественно, как это можно не поддержать. Те изменения, которые сейчас предложены президентом в формировании органов власти, я поддерживаю. И Владимир Вольфович тоже об этом говорил, вы правильно заметили, госсовет. Но Владимир Вольфович, он мыслит шире. Он вообще видит парламентскую у нас республику, не президентскую. Поэтому скажу свое. При всем при этом, то формирование при нынешнем составе, допустим, Госдумы, оно невозможно. То есть, когда у нас засилие партии одной власти, соответственно, эта партия и будет формировать у нас, так скажем, кабинет министров. Ну, вот, наверное, вот это более, ну, еще, наверное, отдельный момент, и я для себя отметила. Сейчас нам предстоит очень серьезная работа. Владимир очень большое внимание обратил на инициативу, в том числе, с мест, с субъектов, вообще со всех граждан, о том, что мы сейчас отталкиваемся. Хочу, кстати, заметить, ведь права и свободы гражданина человека, они у нас были и на сегодняшний день, и на момент послания, они были в Конституции. Но они были настолько нивелированы, что их никто не замечал. Просто они вытирали ноги, в том числе органы судебной власти. Что и происходит сейчас. Мне не хватило вот в этом послании, то есть мы сейчас их поднимаем уровень, да, мы говорим о том, что нужно с уважением сейчас гражданам обращаться, мы говорим о том, что мы сейчас смотрим на их интересы, на их мнения, руководствуемся, но при всем при этом мы не говорим ни о какой защите. Все, что касается реформы судебной власти, это касается Конституционного Верховного Суда, при всем при этом тут двоякие мнения. Поэтому останавливаться, конечно, не нужно. Нужно в дальнейшем менять для того, чтобы было, как мы хотим, и ту модель, которую мы хотим видеть в правительстве, это коллекционное правительство, необходимо подойти совершенно с иным подходом к системе выборов, для того, чтобы это действительно демократические были выборы, и действительно это было от народа тогда, получается, что правительство и в интересах народа оно действовало. Необходимо представители в органах власти, которые не боятся, как тоже президент заметил, ошибиться. То есть они будут действовать, не плыть по течению, как мы сейчас в болоте засели. У нас есть куча мнений, у нас люди каждый день выходят на пикеты и говорят, что нет Марадыковского, у нас тут митинги проходят. Но вы слышали, да, президент сказал, нельзя отмахиваться от мнения людей, нельзя. Но вот насколько, на какой период продержится такая политика, я надеюсь, я надеюсь, что все-таки финансовая устойчивость у нас будет стабильна. Стабильно, и тогда мы действительно будем развиваться, действительно будем наращивать темпы, действительно у нас будет прорыв о том, что мы сейчас это показали. Вот когда начинал президент обращение, да, он сказал, добрый день, там, члены правительства, все такого, граждане Российской Федерации. Но я еще больше услышала, что это послание было адресовано не только гражданам Российской Федерации, но и так понимаю, западным, да? Западным. И мы сказали, насколько мы сильны, мы сейчас настолько самостоятельны и независимы, мы руководствуемся сейчас только своим законодательством, это то, что касается международного права. Мы никакого влияния извне не допустим, и если у нас чиновники дали присягу служить, то они не могут посягнуть еще к какому-то государству. Вполне адекватное, вполне, так сказать, необходимое, значимое, и не должны были быть приняты, в мое мнение, еще несколько лет назад. Но так как мы ждали, когда у нас появится такая финансовая возможность, слава богу, что она появилась, и надеюсь, что она будет действительно стабильна. Читали ли вы западную прессу, которая пишет об этом послании, о политических инициативах, Вашингтон-Пост, Телеграф, другие американские, английские издания, немецкие издания пишут о том, что такими политическими инициативами, они на самом деле последние 20 лет, наверное, самые большие за последние 20 лет, такими политическими инициативами Владимир Путин, наоборот, только усиливает свою собственную политическую власть? Согласны ли вы с таким утверждением западной прессы? Я бы немножко не так, ну то есть мы показываем, что вот мы есть, вот мы есть, и мы самостоятельны, мы способны защититься, мы способны выжить без Вашей помощи, и мы на сегодня в том числе финансово независимы. Это, как мы слышали о совокупном внешнем долге. Ну да, это самое главное, чтобы внутри страны было экономическое, финансовое благополучие, а уже это будет пособствовать и внешнеполитическому превосходству, да? Конечно. Я правильно понял. Значит, хорошо, понятна позиция, позиция Алексея Вотинцева, представителя Коммунистической партии. На сегодняшний день КПРФ на федеральном уровне еще сто процентов не поддержала политические инициативы и изменения, которые предлагает Владимир Путин, его администрация. Но, однако, есть заявление Зюганова, цитирую, что «мне нравятся эти реформы Конституции, мне нравятся эти политические изменения, ее давно нужно было уже менять». Помните, мы с вами вместе в стенах Московского госуниверситета слышали лично из уст Зюганова о том, что та Конституция, которая была принята в 90-х годах, она носила исключительно личностный характер, она была сделана под конкретного человека, для конкретного человека и максимально усиливала его политическое влияние. Я говорю о Борисе Ельцине. Сегодня эта Конституция предлагается к ремонту, как выразился Зюганов. Поддерживаете ли вы его мнение, как вы относитесь к политическим изменениям и предложениям, которые были озвучены, как они могут отразиться на нашей муниципальной и региональной политике? Во-первых, послание президента для меня и, я думаю, для всех, граждан нашей страны вызвало неоднозначную оценку. С одной стороны, вроде бы пожелания высказаны, очень нужны, необходимы. С другой стороны, сколько таких пожеланий было до этого и что из них было реализовано на практике. То есть слова и дела, они пока расходятся. Тем более, мы сейчас говорим, какие-то финансовые вливания, что-то еще, а где деньги? Наш бюджет, который мы критикули, по всей стране не голосовали за принятие бюджетов местных, областных, региональных, федерального, потому что они не предусматривают никакого развития. Буквально, я как раз был, когда были послания на выезды в район, разговаривал с представителями местных властей, успешных и неуспешных, и все мы делились мнением. Притом, это были представители Единой России и других движений. Но смысл в том, что ожидание левого поворота есть у всех граждан страны. И президент здесь, как сказать, Танинов, он именно обозначил то, что ждала страна. Другое дело, он многие вопросы обошел вниманием. То, что у нас в экономической ситуации бардак, то, что у нас нет никакого экономического развития в стране, то, что до сих пор у нас финансово-промышленные группировки, олигархи так называемые, руководят всем и формируют всю повестку дня, политическую имеется в виду, не только политическую, но и экономическую. Малый бизнес повсеместно уничтожается. Вместо того, чтобы говорить о каком-то эффективном собственнике, мы видим, что сплошь и рядом частный собственник, он только под себя, как собака на сене. Сам не ем, другим не даю. Поэтому назрели очень серьезные изменения, в том числе и конституционные. Другое дело, как они будут реализованы на практике. Вот приведу пример. Июнь 41-го года. Как раз к Сталину пришли все руководители, что будем делать. И было предложено именно взять единочалие, потому что ответственность должна быть за всю ситуацию в стране на одном человеке. Кто бы мог взять? И Сталин не просто так захотел, что стать каким-то и главнокомандующим, и руководителем правительства, и труда и обороны, то есть всей экономической жизни, а потому что было необходимо так стране. Сейчас тоже приходит время, когда необходимо взять ответственность. А у нас сформирована за последние годы власть, когда местные власти не отвечают по региональным, региональные по федеральным. С другой стороны, сверху пускаются какие-то нацпроекты, какие-то еще майские указы, все, которые не реализуются на практике. И вся эта безответственность, и ответственность эта лежит, в принципе, на одном человеке. Я не думаю, что он вдруг созрел, осознал, что ответственность за всю страну находится на нем. Тут, я думаю, более хитро все поступает, потому что ситуация развивается, правда, и внешнеполитическая обстановка накладывает свою ситуацию. Ему меньше уже остается ходов. Понимаете, никто не хочет повторить судьбу Нилошевича, никто не хочет повторить Каддафи, потому что, видите, Соединенные Штаты и вообще во всем мире концентрируется, и политическая власть пахнет, в своем же послании сказал, мировой войной, в наших силах, только не одной нашей стране, а в коалиции с другими свободомыслящими государствами, те же страны БРИКС, остановить эту. Он это понимает историческую ответственность, но, с другой стороны, понимает, что внешнеполитическая ситуация нам никак не ведет, потому что экономическая жизнь, она прежде всего предусматривает, во всем мире сейчас говорят, вкладывать надо в человеческий ресурс, в социальный фактор на первом месте инвестиций, вкладывая в человека, в образование, здравоохранение, во все остальное, в сто крат сразу окупается. А у нас до сих пор примитивными монетаристскими взглядами, что, ну, просто не будем вдаваться. И все эти оценки, которые там Кудрин дает, шажок парламентской республики, никакой-никакой парламентской республики даже близко. Тут совершенно другие задачи. Политическая власть переформантирует. Мы знаем монополию власти единой России, которая никакую оппозицию, в принципе, не пускает. Вся оппозиция или его величество, или никакая. Понимаете? Не признают ничего. Единственная партия КПРФ, которая пытается придать какую-то альтернативу созидательному курсу. Но все время его отфутболивают. Мы говорим, что новое правительство должно быть на коалиционной в основе. Должны войти представители всех партий, потому что правительство формирует политическую повестку дня. А у нас какие-то исполнители, которые, не знаю, кому служат и под какой находятся. Ну, сами понимаете, никакой от смены слагаемых ничего не меняется. И или сбрыкнул там Медведев, или там Мишустин что-то там высказал, что он более способен. Ничего не изменится. Пока не изменится политический курс. Вот это самое главное. Если в политическом послании, вот его социальном, не будет приложено никакого такого серьезного левого посыла, то, что ожидает общество, просто эту власть сметут. И как сметут, это уже частности. Понимаете? Потому что народ уже устает. Вот, ну, вот тут же мы затрагали избирательную систему. 70% избирателей не ходят на выборы, потому что голосуют ногами и против этой власти. Просто не хотят брать на себя ответственность. Вот дойдет до такого времени, когда они осознают это и возьмут в себя ответственность. Вот буквально вчера мы ехали, да, с той же Ковалевой, которую... Союз спасения, фильм. Ну, для кого он? Это воспитывает нашу молодежь? Или что она показывает? То есть люди благородные, какие-то цели высказывают, они показывают группы заговорщиков, террористов и всего остального. И любой терроризм возникает не на пустом месте. Когда светлые какие-то идеи, которые требуют общества, его пытаются как-то зажать прокрустного ложа. И просто находятся... Ну, не всех психически уравновешенные люди. Находятся где-то прорывы, чего-то еще это и происходит. Понимаете? И все тенденции, которые сейчас находятся, они только лишь ведут к тому, что прорыв, он все равно будет. Каким образом, неизвестно. Если власть не сможет сверху революцию, как вы сказали, сделать. Но она сейчас не готова, потому что, ну, сами понимаете, ни классовую систему в нашей стране не затронули, ни всевластия олигархов не затронули, ни всевластия Единой России не затронули монополизацию. Ну, как? Как мы можем что-то реформировать и политическую систему, как сказать, ремонтировать, когда никаких посылов реальных нет? Только одни слова и говорильня. То, что сейчас мы пытаемся изменить Конституцию, но при том теми же способами, которые вроде предусматривались, но обходя, ну, это все уже говорит о лукавости. Давайте говорить быть честными, давайте ответственно вести. Тут желание именно не самого Путина сохранить личную власть, а той системы, которая сложилась, которая ни за что ничего не отвечает. Чиновники разделены. Вы знаете, что местное самоуправление и государственная власть, они отделены друг от друга, они как по взаимным обязательствам не отвечают. А это вот как бы главная особенность нашей Конституции, которую, я думаю, надо ликвидировать и надо менять. Надо совершенно другую систему вводить, которая могла бы сверху донизу, когда чиновник высший несет ответственность не только за свои решения, но еще за решения, кого он поставил, на нежестоящие места. Потому что, ну, извините меня, тоже на место, когда спускает полномочия, которые совершенно никак не профинансированы, а ты по ним отвечай. Это тоже нонсенс. Это не то, что даже глупость, это идет к деградации всего. А посмотрите, мы выезжаем в Кировскую область, идет просто демография, люди выезжают, потому что не могут жить на местах, инфраструктуры никакой нет, работы нет, образования нет, детских садиков нет, тех же больниц, школ нет. Все идет к этому. Как следствие, именно демография, она показывает, что в нашем государстве не все так. Сколько у нас россиян вымирает, сколько граждан вымирает. Все это, ну, это говорит о том, что слова надо подкреплять делами. Спасибо за позицию. Алексей Вотинцев, партия КПРФ. Сейчас буквально кратко вопрос для всех гостей нашей студии. Считаете ли вы те политические предложения, которые внес президент, президентская администрация, политическим популизмом, или это действительно создание политической конкурентной среды в нашей стране? Владимир Журавлев, СССР. Ну, я хочу сказать, что это, конечно, шаг вперед. Это шаг вперед. Но к чему он приведет? Ну, у всех есть вот такое мнение. Мы понимаем, что Владимир Владимирович Путин останется, это ни у кого сомнение, это у любого думающего человека. Он готовит таким образом, чтобы после 2024 года остаться у власти, во главе исполнительной власти. Плохо это или хорошо в стране? Ну, наверное, определенная степень, например, вот моё доверие к господину Путину, оно существует. Поэтому преемственность, она тут важна. Другое дело, что я вот коллег своих хочу поддержать, ну, этого, наверное, всё-таки недостаточно. Это на какое-то время, вот сегодня, наверное, ослабит социальное такое, ну, недовольство, да, которое за 2019 год особенно оно выросло. Но если за этот год при уже правительстве Мишустина никаких изменений кардинальных в социально-экономическом не произойдёт, то я считаю, что и при этой смене конституционной это не даст эффекта того. Ольга Сыгчина, представитель партии ЛДПР. Я бы только, вот, наверное, даже парировать бы хотела, потому что... Так. Я услышала посыл, мы сейчас послание обсуждаем, посылка, с какими бы он целями ни было, он есть, меры предусмотрены, движение должно осуществляться, есть задачи поставлены. Задача этой будет. Всё будет зависеть от исполнения на местах. У нас сегодня есть возможность внесения предложений в Конституцию, мы должны, обязаны реализовать это. Мы обязаны те пробелы, которых не коснулось послания президента, в частности, допустим, система, система у нас коснулась, да, врачей, медицинских сотрудников, оплаты труда, но абсолютно не коснулась система оплаты труда образовательных организаций. Эта система не работает, мы должны об этом сказать, подушевое финансирование это ни о чём, и мы можем сегодня сказать, нам, причём президент об этом призвал. Как мы будем этот посыл использовать? Либо мы опять перевернём всё и каким-то образом, знаете, как у нас бывают, извратимые в свою пользу, и, возможно, там ещё и выгоду из этого извлечём, либо мы будем действительно планомерно действовать к поставленной цели. Алексей Вотинцев, КПРФ. Ну, я хочу ответить кратко. Я услышал от послания одно, что надо брать ответственность, ответственность за судьбу страны, ответственность за каждое своё решение, при том, не только чиновникам и власть придержащим, но и каждому гражданину. Если мы будем сознательно относиться к выборам, будем сознательно относиться вообще к политической ситуации, к политическому выбору у себя здесь на месте, то всё изменится. Если же будем быть пассивными, если будем просто или соглашаться, не соглашаться, а там кто-то делаете, тогда ничего не изменится. Поэтому, если это будет реализован и будет курс на левый поворот реализован и правительством, президентом и всеми другими, тогда будет надежда на развитие и на будущее страны. Всё, спасибо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Уважаемые радиослушатели, занимайтесь политикой, думайте о политике, рассуждайте о политике. В студии с вами был я, Алексей Кузьмин. Наша авторская передача «Дайте слово». До свидания. Дайте слово.